В Ленинском районе под защитой сотрудников отдела вневедомственной охраны находятся 8 тысяч юридических объектов и 2,5 тысячи квартир. Все они надежно защищены от проникновения. В случае же необходимости сотрудники отдела могут принять меры для предотвращения совершения преступных деяний. О действиях по сигналу тревоги смотрите в репортаже Ларисы Вольновой. На днях в рамках операции обеспечения безопасности объектов загородной недвижимости в поселке Мещерина проводились тактико-специальные учения по отработке действий наряда отдела вневедомственной охраны по тревоге. Наряд прибыл на объект коттедж, осуществил комплекс мер по блокированию здания. Были отработаны два варианта – задержание вооруженного преступника и задержание невооруженного преступника и действия группы по его обезвреживанию. Мероприятие это плановое проводится ежемесячно в соответствии со специальными графиками. В целях повышения умений и способностей групп задержания по отработке действий по задержанию вооруженных преступников, не только вооруженных, а преступников, посягающих на частную собственность, на охраняемые объекты. Соответственно, в основу берутся и реальные факты проникновения, используется, соответственно, отработанный опыт по задержанию. При поступлении сигнала тревога максимальное время реагирования для сотрудников неведомственной охраны – 3-5 минут, в зависимости от удалённости объекта. Они делают запись в бортовой журнал и незамедлительно выдвигаются по переданному адресу, где применяют все меры для предотвращения преступного деяния. В соответствии с федеральным законом и полиции, в первом случае лицо, в данном случае преступник, оказал вооружённое сопротивление, открыл огонь по сотрудникам полиции. Мы, в соответствии с федеральным законом, применили в отношении него табельное стрельное оружие. А во втором случае он как бы сопротивление не оказывал, бросил оружие, сдался добровольно, был задержан. Для того, чтобы предотвращать или удачнее раскрывать совершаемые преступления, надо знать обе стороны, в том числе и предполагаемые действия преступника. Так говорит и заместитель командира роты Владимир. Это у нас проходит практически каждый год. И каждый год я, в общем-то, играю от довольно таких отрицательных персонажей. Один раз даже меня и не поймали, я убежал. Но это, в общем-то, как-то даёт опыт полицейским, ну и мне тоже. На учениях сотрудников присутствовала хозяйка коттеджа Алина. Надёжно. Дети в главной безопасности находятся, поэтому ребята молодцы. Быстро, оперативно, чётко. Группа задержания завершила учение ещё раз, отработав необходимые навыки. В целом личный состав действовал слаженно. Выдержал все нормативные сроки и отработал свои практические навыки. Ну, на хорошо. Несмотря на то, что большое количество объектов находится под охраной, и несмотря на все сложности службы, мы справляемся своими обязанностями, защищаем граждан и закон. Лариса Вольнова, Александр Ильин, Елена Кошелева. Видное ТВ.